Массовое бегство россиян от мобилизации, огромные очереди на границе, в том числе с Казахстаном, породили огромное количество мемов и анекдотов. Мне больше всего нравятся два. Во-первых, кадр из фильма Балабанова с Сергеем Бодровым, где вместо известных слов он говорит «брат, подкинь-ка до границы». И анекдот, который я сейчас зачитаю, потому что мне самой довольно трудно произносить эти имена, вот такой анекдот. «Беженцы из России, как вас зовут? Миша и Костя. Что ж, неудобно выговаривать. Давайте вы будете Мейрамбек и Кыргали». Мы все прекрасно понимаем, к чему этот анекдот отсылает, потому что в России, например, работники сервиса или такси с сложно выговариваемыми для россиян именами из Средней Азии, казахскими в том числе, их заставляли или предлагали им переименовываться в удобные для произношения русские имена. Я вообще против того, чтобы злорадствовать по отношению к людям, которым и так плохо. А я уверена, что тем людям, которые сейчас, да я знаю просто, что людям, которые стоят сейчас в этих очередях, на КПП, в этих толпах, ночуют там с маленькими детьми, им действительно плохо. И кроме того, огромное количество претензий к ним, ну что они все путинисты, например, или что им было плевать на войну, пока вот их самих не задело. Это совершенно несправедливые претензии. Но вот претензии в шовинизме, это, к сожалению, абсолютно конкретные и имеющие смысл претензии, которые касаются всех россиян, да чего скрывать, касаются и меня лично. И, конечно, конкретные люди, которые сейчас стоят в этих очередях, это и есть сотрудники тех компаний, которые, например, предлагали своим работникам переименовываться, и те люди, которые пусть не писали в объявлениях о сдаче квартир только славянам, но, конечно, вообще-то сдавали только славянам. Вообще шовинизм, к сожалению, он свойственен совсем не только путинцам, встроен в русскую жизнь, он стал ее фоном, с которым мы просто свыклись. Несколько лет назад я написала в фейсбуке пост, который описывал реальное событие, а именно событие, произошедшее с моим мужем. Он шел в Москве по бульвару и увидел, как два полицейских, то, что называется, прессуют молодого мальчика лет 17 из Средней Азии. И вот мой муж подошел к этим полицейским, которые прессовали этого мальчика, пытаясь выманить у него денег, которых у него к тому же еще и не было. Ну и там как человек, который все про жизнь понимает, их испугал, сказал, что он сейчас позвонит во все СМИ, что он запомнил номера их жетонов, что он сейчас будет жаловаться, в общем, несчастного, рыдающего мальчика из Средней Азии, выдали ему на руки. И что я хочу сказать? Во-первых, по бульвару шло очень много людей, но вытащили одного именно этого мальчика, потому что, значит, про него сразу было понятно, что он бесправен, просто по его внешности. По бульвару шло очень много людей, но подошел только мой муж, а все остальные люди просто шли мимо и отворачивались. Конечно, в Москве вообще люди достаточно безразличные и бездушные, но уверяю вас, что если бы это был мальчик не среднеазиатской внешности, наверное, кто-нибудь все-таки бы вступился. Вот это все я описала в своем посте, и что же вы думаете? Реакцию на этот пост среди моих очень интеллигентных друзей, скажем так, на Фейсбуке, можно было назвать модным сейчас словом «неоднозначное», потому что люди мне писали, ну, может быть, у этого мальчика действительно, знаете ли, не было регистрации. И вы знаете, вообще-то нерусские, вот есть такое слово «нерусские», они действительно опасны, однажды такой нерусский он меня даже ограбил, ну и так далее, и тому подобное. Знаете, глядя сейчас на видео с очередями в Казахстане, я вот все время думаю, какая есть историческая параллель, вот такой, скажем так, грубо, обратки. Вот чтобы те люди, которые относились к другим, ну, скажем так, по-барски, вдруг в довольно короткое время оказались от тех самых людей в зависимости. Мне очень сложно найти параллели. Привычный, заскорузлый, скажем так, шовинизм в нас, россиянах, должен быть просто уничтожен. Вот это вот понимание, что нам что-то положено, потому что мы живем в большой богатой стране, а особенно уж те мы, как я, например, из больших городов, которые вообще считают, что нам все на тарелочки надо подносить. И вот мне кажется, эти самые очереди, очереди на КПП в Верхнем Ларсе в Грузию и очереди в Казахстан, они лучше всего способствуют искоренению этого шовинизма. Так что в каком-то смысле, может быть, это очереди в будущее.